Всем привет! Недавно Виктор Олегович Пелевин в очередной раз прошелся по всему, чему только можно пройтись в своей новой книжке «Искусство легких касаний». Книжка состоит из трех частей, трех повестей. Как обычно, идет неровно. В двух частях Пелевин обстевал все, что можно, прошелся по всему, чем можно, пошутил над всем, чем нужно. Ну и во второй части навертел, как обычно, кучу психологических заморочек, через которые очень хорошо продираться на сон предыдущий, когда очень быстро засыпаешь. Но вот пару моментов я из его книги все-таки себе позволил прочитать. Особенно мне понравилось про модель России, как он написал то, что происходит сейчас. Мы в четвером модель России, новая Россия. Вот смотрите, один человек, условно говоря, работает. В том смысле, который вкладывали в это слово раньше. Это человек Иван. Я говорю условно, потому что не работает на самом деле даже он, но он хоть связан с людьми, которые работают. Он для этих монтажников и отделочников заказы собирает и, возможно, даже кого-то из них видел. При этом он не особо их жалует. Из-за дела, кстати, работают они херово. Россия – страна низкая культура производства, потому что в ней в свое время растлили рабочий класс. Рабочих на самом деле не освободили, а поработили еще лучше, но при этом отвязали их физическое выживание от результатов труда. Они у нас до сих пор в этом смысле отвязаны. Поэтому ракеты падают и все такое. И конкурировать со стальным миром мы не можем. Но работяги пусть плохо, пусть корявно что-то делают, а мы. Один ежедневно создает перед камерой невероятное напряжение мысли вокруг того, куда все двинется дальше. Хотя на самом деле никуда оно не двинется, а останется на том же самом месте в том же самом качестве. Другой торгует шортами, которые ни один из этих упомянутых монтажников и отделочников не то что не натянет на жопу, а даже припоздном с ней не увидит. Причем торгует в таких объемах и на такие суммы, что трудящимся этого лучше не знать, в избежание социального катаклизма. А четвертый? – спросил Тимофей. Четвертый осмысляет опыт первых трех, – ответил Валентин Сухмылко, – и с этого живет. Но кормит всех тот самый полосвобожденный пролетарий, которого никак не могут нормально закрепостить назад. Из всех нас его пару раз видел Иван. Пролетарий и Балкон скиклит, и нефть качает, и электричество для биржи вырабатывает, и так далее. Приносит нам твердые западные деньги, квинтенсацию мирового труда. Остальная экономика, если не брать в вами промышленный комплекс, – это экономика пиздежа. Причем это слово имеет сразу три смысла – рукоприкладный, воровской и близкий к нему гуманитарный. «Если бы ты понимал в мировой экономике побольше, – сказал ему Андрон, – ты бы так не говорил. Твердые западные деньги, чтоб ты знал, – это не квинтенсенция мирового труда, а регулируемый вакуум, который отжимает все у всех и тянет куда надо, со всего мира. Но говорить про это в мейнстриме нельзя. У нас тут экономика пиздежа, а у них, не знаю, таких комплексных деривативов русском маске просто нет. Но и рядом с этими ребятами – невинные лохи. И еще очень замечательный момент, который просто необходимо отметить – это история о том, что из себя представляют современные инфобизнесмены в сравнении с старыми добрыми экстрасенсами, вроде Чумака и прочих Кашпировских. Пелевин вполне справедливо отмечает, что нынешние инфобизнесмены от них ничем не отличаются. «Видишь, ты уже и слова такого не знаешь». А тогда его знали все. Страна сидела у телевизоров, они были еще старые, советские, большие деревянные коробки, часто с белой-черной картинкой. А на экране мерцал такой загадочный мистический мужчина – телегипнотизюр. Давал установку или заряжал воду? «Как заряжал?» – спросил Иван. «Ну вот прямо так и заряжал. Говорил, поставьте бутылку с водой возле телевизора, и будет вам всем от нее счастье». «И что, люди верили?» «И тогда верили», – вздохнул Акинфий Иванович. «И сейчас верят. Только сегодня мозги вправляют по-другому, через тренинги, всякие коучинги, семинары, и особенно это – книги про путь к успеху. И поэтому люди думают, что раньше все были глупые, а теперь они умные и тип к успеху идут. А им просто воду так заряжают». На лице Тимофея появился ухмылка. «Кто заряжает?» – спросил он. «Гипнотизер по продажам, кто?» – ответил Акинфий Иванович. «Только они в интернет перелезли». «Как-то так, и мы все перелезли в интернет». «Кто за Coco» «Подается открытой aire. Продолжение следует...